В Сергиевом Посаде продолжается предвыборная кампания кандидатов, которые претендуют войти в состав Сергиево-Посадского городского совета. Кандидаты от партии «Единая Россия» делают упор на благоустройстве дворов, встречаются с горожанами, оценивают внутриквартальные территории, с жителями обсуждают проблемы и пути их решения. Шесть квартир вообще было залито в связи с тем, что кровля была сделана очень плохо. И мы договорились, подрядчик после завершения устранения всех работ по 32-му дому произведет ремонт в этих квартирах. Здесь, конечно, территория будет в дальнейшем развиваться, но сегодня мы делаем пока временную парковку для жителей этого дома, в котором есть коллективное письмо. Представители от партии «Родина» делают акцент на то, что связь с жителями нужно держать постоянно. На Птицеградской, шесть, есть жалобы от жителей на ЖКХ и состояние внутридомовых территорий. Это улица Вифанская, рабочий поселок, поселок Ферма и, соответственно, улица Птицеградская по большей степени, ну и дальше Митькино и так далее. Депутат – это не тот человек, который отсиживается в офисе. По моему мнению, депутат – это работа с общественностью. Поэтому встречи с общественностью должны быть регулярные, потому что у людей всегда есть вопрос. И не всегда они могут к вам прийти на личный прием и его задать. Поэтому регулярная вылазка в город – это правильное решение и правильные действия. Поэтому связь с общественностью держать нужно постоянно. Коммунисты проводят встречи при любой погоде. На днях кандидаты от КПРФ побывали в Птицеграде. На улице Маслиева местные жители задавали вопросы по пиловке деревьев и благоустройству дворов. Наиболее активно обсуждались проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Вы сейчас конкретно говорите про управляющую компанию. Я вот еще скажу, два года назад буквально еще было тяжело. Мы сами включали в план работы дворы, и администрация наши же дворы убирала. Хотя нам обещали, что дворы включены, показывали бумажки. Сейчас такого уже нет. В том году мы вписали дворы 5-7 по Миру. Там сейчас грандиозная работа. Четыре года мы долбили за Миры 14. Огромный двор у нас в Минферме. Сейчас работы начались. Четыре года пришлось. Представители ЛДПР на днях встретились с жителями Клементьевского поселка и ознакомились с их проблемами. Жильцов дома номер 36 по Ходьковскому проезду больше всего беспокоят внутриквартальные дороги. Дороги тут желают лучшего, потому что мы сами видим, что на территорию города периодически приходят комиссии с администрацией и так далее. Но, тем не менее, я так понимаю, что до этого района они не доходят. Ну и, конечно, опиловка, потому что каждый двор тут достаточно темный. В основном беспокоит проблема ЖКХ. В принципе, все неплохо, но есть недоработки, недоделки, какие-то неудобства, связанные со стройками. И проблемы с детскими площадками. Площадки не современные. Напомним, что выборы в Сергиево-Посадский городской совет депутатов пройдут 10 сентября. В каждом из пяти многомандатных округов выберут пять человек, которые следующие несколько лет должны будут отстаивать интересы жителей. Полина Иноземцева, Алена Ромашкина, Антон Каврижных, Михаил Кирсанов, Евгений Шевченко. Программа «События».